У Маковского единственный эпизод, который попал под следствие. Да, причем, да, зачитывались судьей телефонные переговоры участников. Но сразу скажу, что читались они очень быстро, невнятно. Расстояние очень далеко от диктофона, естественно. Даже если ты его включишь, не брал. Очень сложно было зафиксировать все. Но то, что там удавалось улавливать, я пытался в своих материалах смысл передавать. Там звучало столько, что если выкладки телефонных переговоров опубликовать, Реальность инограммы. Опубликовать там будет не меньше, чем операция Кров в свое время была. То есть там речь велась о других играх, проскакивали названия других команд, в том числе высшей лиги. Ни одна и ни две команды. Называть не буду, потому что... Ну, юридически не оформлено. Нет, юридически не оформлено. И сложно понять, косвенно они проскакивают, да, или действительно там речь идет о каких-то там манипуляциях. То есть там были варианты и других матчей, и... И других матчей, и в Белоруссии, и в России, и футбол, и хоккей, и Эстония, и там какие-то сборные хоккейные третьего дивизиона. То есть там, условно говоря, телефонный разговор, на что там сегодня ставится. Там в Эстонии какой-то хоккей, вот там будет вот это вот что-то, они там будут сдаваться. Продолжение следует...